Паргалка. Какую фамилию носил Дмитрий Донской? Фамилию Дмитрий Донской носил Донской. Ростовский, очевидно. Если на Дону делан. Ну, конечно. Донской. Донцова. Он носил фамилию Донцова. Ну, подождите. Если он Донской, значит, он Донской получается, да? Донской. Так и носил. Вот зачем вы тут подвохи устраиваете вот эти люди? Как звучит слово «дно» в множественном числе? Дны. Днища. А одно дно, только одно может быть. Одно большое дно. Дни. Дны. Вот так. Днища! Два дна. Три дна. Четыре дна. Много днов. Ну, точно не дны. Днища. Донья. 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 Такое русское слово. Донья. Где проходит экватор? Экватор в середине Земли. Вокруг, по кругу, вокруг Земли. По серединке. По середине. Экватор там, где хорошо. Экватор там, где очень жарко. Я знаю, что Бали находится на экваторе. Возьмем карту географии, значит, где у нас экватор проходит. Значит, если подниматься сверху вниз, то приблизительно в районе пупка. Вот нарисовали мы глобус, так? Да не шар земной. Ну, только в плоскости. Так, берешь его? Переворачиваешь. Вот он, миленький! Какая в России форма правления? Упс. Какая у нас форма правления? Демократическая монархия. А у нас Владимир Владимирович. Риберал демократическая, к сожалению. Отстань, пожалуйста. Республика у нас. Какая у нас республика? Конституционная. Если говорить о том по истории вообще, наверное, все-таки для нас лучше, чтобы была монархия. Каждый день что-то новое рассказывают про форму, про правление. И, честно говоря, голова блондинки не справляется с такими сложными задачами, как точно знать, какая форма правления в нашей стране. Назовите третью планету от Солнца. Ну, это та, которая вот после второй. Это та, которая после второй. Да хрен ее знает. То ли Марс, то ли Венера, не знаю. Марс, наверное. Может, Венера. А может, Марс? Марс. Юпитер, Сатурн, Венера. А я и не знала, как это было. Никогда не знала. Ну, вот сейчас взяла и вспомнила. Земля, кажется? Земля. Земля. Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Долгорукий. Нет. Криштиан Роналдов. Да, да, вот свеженький. Александр Ростляр. Вспоминайте. Медный человек. Ну, собственно, всадник. Ну, медный всадник. Вы сами понимаете, что это серьезная такая фигура и вообще и работа серьезная. Короче, кого на лошадь усадили, тот и всадник. Ну, Петр, Петр, это чертовски стыдно. Сейчас все петербуржцы просто ржут на меня. Назовите антоним слова «горячий». Антоним – это который не синоним. Горячий – это я. Антоним – это, я так понимаю, противоположное. Типа холодный. Антоним – холодный, горячий, холодный. Холодный. Холодный? Да, снежно-королевный. Во! Боргалка Антоним – холодный, горячий, холодный, холодный, холодный. КОМ-Королевный. Холодный, горячий.